Праздник состоялся благодаря поддержке городского советника Джеймса Пастернака и школьного попечителя Харварда Каплана. Все конкурсанты, а их было семеро, несколько месяцев трудились, что называется, в поте лица. Разучивали стихи, отрабатывали профессиональную дикцию, занимались вокалом, танцами. Но главный и наиболее сложный – телевизионный репортаж. Выбор темы, написание текста, ну не без помощи родителей, конечно, и, наконец, съемка и монтаж. Здесь уже помогали русские волны. Но обо всем по порядку. Как известно, театр начинается с вешалки, а наше представление начиналось с фойе. Здесь детей и родителей встречали веселый клоун, Татьяна Зубрилина с дрессированными голубями, Добрая корова угощала всех творожными сырками от компании Дерри Лишес, сказочный гном от компании Хоум Лайф Релси. Мастера на все руки из Глафира Арт Студио и Роял Китс Палас раскрашивали детишкам их очаровательные личики. А Наталья с Бьюти Салон наводили красоту и делали настоящий маникюр. Что касается духовной пищи, ее тоже было предостаточно. Наталья Осипова представила выставку детских рисунков. Одним словом, никто не скучал. Постепенно действие переходит в зал. На сцене появляются ведущие Маша и Никита. И самый настоящий волшебник. С внучкой, но не Снегурочкой, и с помощницами феи. В далекой сказочной стране, где хорошо тебе и мне, Живут всегда веселые волшебники. Я там мечтаю побывать, с прекрасным принцем станцевать, И зажигать волшебные фонарики. Где же выставки в сказочной стране? Песня белого цвета, скачу на коне, Сахар блюну пудрюю, присыпала луна. И с улыбкой солушка смотрит из окна, Напевает песенки шоколадный волк, Марширует весело леденцовый полк. Рыбка тихо плещется в море молока. Она выполнит желания все наверняка. К конкурсу будущих звезд телевидения, Как я уже говорила, были допущены семь участников. Каждый из них выбрал любимый сказочный образ, Соответствующий костюм, И это было их первое появление на сцене. После рекламной паузы мы представим во всех участников. Оставайтесь с нами. Яркий огонек, я точно знаю, он ведет к мечте моей. Где живут волшебники? Сказочные страны. Приглубелом облако, скачу на коне, Сахар блюну пудрю, присыпать на луна. И с улыбкой солушка смотрит из окна, Напевает песенки шоколадный волк. Мочевую песенок, ренцовый полк. Рыбка-тифопельщица в море молока. Она выполнит желания. Все наверняка. Все наверняка. Все наверняка. Гарри Поттер, мой кумир, Покорил уже весь мир. Вместе с миром и меня покорил он за два дня. Я хотел бы так же лихо на метле летать кругом. Зелья разные готовить, колдовать бы над котлом. Много-много зла на свете победило бы волшебство. Да и школьные задания делать с магией легко. Алан Немировский, 7 лет. Учится во втором классе. Любит ходить в школу, получать новые впечатления, так как с младенчества любознателен. Учеба дается легко. Свободно читает и пишет на английском, русском и французском. Мечтает выучить иврит и испанский. Перепробовал множество видов спорта. Остановился на беговых лыжах и теннисе. Обожает театр, посмотрел много спектаклей. Пробовал играть на сцене, петь и танцевать. Но комфортнее всего чувствует себя в роли ведущего и конферансье. Мечтает о том, что когда вырастет, будет снимать собственную программу о разных странах и станет звездой телеэфира. Я на праздник к вам спешила. Так боялась опоздать. Всю посуду перемыла. Дом успела я убрать. Все же чудо есть на свете. В золотой карете я примчалась к вам сюда. Вы меня узнали, дети, солушка и сказки я. Николь Групп, 10 лет, учится в пятом классе. В школу ходит с удовольствием, потому что любит получать новые знания и общаться с друзьями. Свободно говорит на иврите, английском, русском языке. Мечтает овладеть французским на том же уровне. В свободное от уроков время занимается танцами. Она посещает математическую школу. Когда вырастет, мечтает стать известным модельером, чтобы создавать красивые, стильные и неповторимые наряды. А свое первое платье она сделает для своей любимой старшей сестры. По телевизору Николь больше всего любит смотреть программы про путешествия, про природу и животных. Танцевальное шоу «Танцы со звездами» и, конечно же, фэшн-шоу. Она уверена, что когда-нибудь создаст на телевидении свою передачу, которая будет называться «О чем мечтали известные кутерье, когда были детьми». Я в миру упитанный, не очень воспитанный, но очень обаятельный. На свете полным сил люблю шалить с подушками и бабуца плюшками. Моторчик сзади у меня, что мог летать себе без труда. Даниил Дирома. 8 лет. Учится в третьем классе. С 4 лет увлекается большим теннисом. Много тренируется иногда, играет в турниры. Мечтает выиграть Умблдонский турнир и стать таким же знаменитым, как Рафаэль Надал. Но и интеллектуальный спорт тоже интересен. Даниил отлично играет в шахматы. Еще одно увлечение – природа. Обожает поездки за город и прогулки в лесу – кемпинг. Очень любознателен и артистичен. Мечтает попробовать себя на сцене и телеэкране. Возможно, сниматься в кино. Но больше всего, конечно, хочет вести программу про машины или гонки на телевидении. И самому попробовать поездить на всех машинах, которые он так любит и так хорошо знает. Деревь, королева, снегом полотно. Сыплет королева узорами в окно. Вспоминает снежное владеется мирок. Как студелось сердце, как студелось кровь, как стоясь не рядом, тихий мальчика, посвященным взглядом, рассматривая рай. Я владеется снегом, ледяных ветров и северного сияния. Увидев меня, вы будете очарованы и заголдованы. Вероника Гончарова, 11 лет. Учится в пятом классе. Только победа. Это кредо Вероники. Если она занимается чем-то, то будьте уверены, она обязательно завоюет первое место. У нее есть золотые медали за соревнования по бальным танцам, по художественной гимнастике. Она была первая по прыжкам в высоту и не раз получала золото в соревнованиях по теннису. В следующем году Ника заканчивает школу по сноуборду и лыжам. Сложнейший седьмой уровень. Это означает возможность получить сертификат и быть инструктором по этим видам спорта уже в 13 лет. Мечтает сниматься в кино и стать профессиональной теннисисткой. Она с успехом движется к своей цели. Ее уже пригласили сниматься в американском фильме «Сайлент Хилл». А в середине апреля Ника взяла золото на теннисном турнире и получила заслуженную награду – золотой кубок. Деревянного мальчишку, шалуна и хвастунишку, Знаю все без исключения, я любитель приключения. Легкомысленным бываю, в беде не унываю. И синьора Карабаша обхитрится у меня миразья. Майк Кричевский, 9 лет, учится в 4-м классе. За большие успехи в учебе был перевезен на класс выше. Майк очень разносторонний мальчик. Любит и спорт, и искусство, большой поклонник цирка. С 6 лет занимается музыкой и вокалом с профессиональным педагогом. Обожает учить новые произведения и примерять на себя различные музыкальные образы. На данный момент готовится к сдаче экзамена в Royal Music Conservatory. Обожает петь на сцене и участвовать в различных музыкальных проектах. Этот талант уже был отмечен значительной наградой. В прошлом году Майк стал победителем детского вокального конкурса «Бельканта». Занимается прыжками на батуте. Хочет придумать собственный оригинальный номер, которого еще не было в истории цирка, и выступать с ним в цирке «Де Солей». У Майка два младших братика, с которыми он любит играть и помогать преодолевать проблемы. Любит читать им книги перед сном. Мечтает быть артистом, выступать на сцене или вести музыкальную программу или ток-шоу. Энни-бени-рэс, квинтер-финтер-жэс, Энни-бени-раба, квинтер-финтер-жаба, Все пришли червовой даме, Выпей чаю с пирожками, Пирожков у даме нет, Пирожки стащил, валет! Вика Гончарова 11 лет учится в пятом классе, в пяти лет начала сниматься в телевизионных программах. Дебютировала вместе со своей сестрой Вероникой в передаче для детей «Своими ручками» на НТВ Кеннеда. Роль ведущей ей так понравилась, что она стала участницей еще нескольких передач. Затем последовало участие в мини-спектаклях, рекламе и в передачах медиапортала «Земляки». Виктория очень любит выступать на различных соревнованиях, не обходится без нее и выступление в цирке. Она одна из лучших учениц в школе, а на уроках французского ее оценки только A+. Вика серьезно занимается лыжами и сноубордом. Гимнастика и танцы тоже входят в состав ее любимых увлечений, и у нее уже большие успехи в теннисе. Она любит петь и очень много читает. А 18 апреля 2011 года сбылась ее мечта. Виктория вместе с сестрой приняла участие в съемках американского фильма «Сайлент Хилл». В начале ячменное зернышко было. Мама в коршочек его посадила. Вырос чудесный цветочек потом. Девочку крошку нашла мама в нем. Не суждено было маленькой крошки Радостно жителей цветов на окошке Шава с сыночками и утащили, А добрые рыбки освободили. София Попова 9 лет, учится в 4 классе. Пишет, читает и говорит по-русски, по-английски и по-французски. Любимый предмет в школе – математика. Заботливая, ласковая и добрая сестренка для старшего брата Павлика и маленького Андрюши. Любимая сестра Оля всегда рядом. Вместе занимались бальными танцами и гимнастикой. Сейчас продолжают раскрывать свои таланты в балете, русском народном танце и русской песне. Активность от природы не дает засидеться. Всегда впереди и с улыбкой на лице. Очень любит занятия в бассейне, прогулки на велосипеде, спортивные игры. Зимой – фигурное катание и горные лыжи. Обожает петь и танцевать. Начала петь раньше, чем говорить, а танцевать раньше, чем ходить. Мечтает, когда вырастет, стать певицей, балериной или ведущей детской передачи.